всем привет в сегодняшнем видео мы с вами рассмотрим традиционное карате шатакан ярких его представителей и причины по которым карате шатакан выродилась в вкф в данном случае сейчас мы с вами видим на экране фрэнка бреннана это человек который родился в 1960 году в ливерпуле в семьдесят третьем году он начал заниматься карате шатакан достиг оглушительных успехов буквально в течение одного года и в семьдесят четвертом году в составе английской команды по карате на чемпионате европы он вырвал победу для своей команды у соперников заменив выбывшего из строя спортсмена ведущего спортсмена команды значит что я хотел сказать посмотрите просто на те комбинации на те моменты в карате которые были до 90-х годов допустимы разрешены в работе на соревнованиях то есть это и подсечки это и удары в лицо ногами не только кулаками но и ногами различные вертушки различные комбинации которые приводили человека к победе что же стало с карате в начале 90-х годов когда появились сначала большие круглые вот эти вот перчатки для того чтобы не нанести увечья человеку потом появились на некоторое время шлемы как в тэйквондо дальше мы получили то что мы уже имеем вот уже почти лет 20 вкф когда люди танцуют друг перед другом на ринге боясь нанести удар боясь начать атаку и получают за это пункты якобы за то что у него была попытка нанести удар но он ему не хватило типа смелости посмотрите если бы вот эти вот представители карате работавшие в 80-е годы вот так вот красиво четко руками и ногами сегодня встретились с представителями вкф то исход поединка напрашивается сам собой представители вкф ничего не смогли бы сделать против традиционного карате шатакан вот видите просто удар в грудную клетку и человек отлетает человек падает представители вкф ничего не смогли бы сделать против вот этих вот действительно спортсменов действительно людей занимающихся карате они тем цирком которые сегодня мы имеем скажем так возможность наблюдать со всех утюгов посмотрите вот видите это конец восьмидесятых годов бум удар хорош сначала идет атака руками потом опять же с передней ноги идет красивый удар маваши в голову все противник ушел а вот тут мы уже с вами наблюдаем появление перчаток это скорее всего уже начало 90-х годов перчатки тогда были приняты в как снаряжение для того чтобы наносить меньше увечий спортсменам после этого перчатки стали наращиваться в объеме то есть получились какие-то горошины которые находятся у человека на руках естественно они стесняют тебя в движениях из-за таких вот перчаток ты даже не можешь нанести нормальные удары провести нормальные атаки но сегодня мы имеем то что имеем а на данный момент нам предоставляется еще раз возможность посмотреть действительно классику карате шатакан именно когда вот люди видели такие вот приемы такие соревнования моменты у них возникало желание пойти заниматься карате действительно после вот таких вот показательных выступлений или соревнований не после того что сегодня показывают представители вкф или танцоры поката именно чистое карате которое мы сейчас с вами видим этим записям по 20 по 30 лет а то и больше но они действительно заслуживают внимание и уважение в отличие от того что нам показывают сегодня представители всемирной федерации карате обложив всех жесткими правилами обложив всех ограничениями запретив наносить одни удары разрешив прыгать как бумажные японские человечки друг напротив друга и вот этими прыжками зарабатывать себе якобы какие-то пункты на соревнованиях в общем я надеюсь что все-таки эти кадры это видео вам понравилось потому что действительно это является представляет из себя классику карате шатакан благодаря которому многие люди начали заниматься и занимаются до сих пор не забудьте подписаться на этот видеоканал поделиться видео с друзьями оставить свой лайк сохранить видео в закладках чтобы постом время от времени возвращаться к нему и смотреть его ну и конечно же заходите к нам на канал почаще у нас всегда есть что-то полезное и интересное всем удачи пока